Приветствую вас! Написали вы, конечно, много, немного сбившего, вот, не все моменты я понял, к сожалению, потому что где-то вы их пишете, ну, совсем непонятно, поэтому простите, пожалуйста, вот, если... Ну, если где-то я вас неправильно понял. Вот, значит, что мы имеем конкретно? Мы имеем ваших брата и жену, значит, которые вас не переносят совершенно, да, то есть, которые не принимают вас таким, как мы вы есть. Вот. Значит, по вашему мнению, эти люди болеют, правда, чем болеют, непонятно, вы не описали, чем они болеют, но болеют. Хорошо, значит, болеют эти люди чем-то. Вас они не слушают, что нормально. В общем и целом, в общем и целом, ну, то есть, логично, для них логично важный случай. Вот. И из-за этого вам очень плохо приходится. Значит, непонятно, почему вы все время пытаетесь с людьми наладить диалог. И зачем вы снова и снова бьетесь в одну и ту же, так сказать, открытую дверь? Вот. Потому что люди, ну, не настроены они на то, чтобы вас как-то вот воспринимать серьезно. И вы, в первую очередь, тратите на самом деле свою жизнь не на то, что вы, ну, как бы, описываете, да, не на это. Вы тратите свою жизнь на то, скорее, что вы пытаетесь их переделать, не отпуская их, не позволяя им жить так, как они хотят. Отнимая у них по сути это право. Вот. Возможно, потому что сами вы чувствуете, что помимо них у вас, например, больше никого нет. Такая ситуация, конечно, вполне возможно. Но, опять же, вас в этом случае никто и не появится, к сожалению. До тех пор, пока вы будете вести себя так, как ведете себя сейчас. То есть, иными словами, до тех пор, пока будете всячески зависеть от них. Им нравится, как они живут. Их устраивает. Не устраивает вас. И, соответственно, проблема, она именно ваших, а не других людей. Поэтому первое, что я бы вам порекомендовал бы в обязательном порядке, это переезд. Да, вы можете не потянуть. Но, по крайней мере, во-вторых, на вас это будет стимулом больше работать, стимулом больших работ, больше зарабатывать. А, во-вторых, вы сможете, наконец, получить свободу, ту свободу, которая вам нужна. Вот. И это, в принципе, для вас очень важно. Ну, опять же, как это видится мне. Для вас это важно. А дальше, последовательно, я бы даже сказал, более подробно смотреть, почему произошла такая история, что у вас не складываются отношения с вашими родными. Как такое стало возможным, почему, вот, где ваш отец, почему только мать, мать и брат, на чем основаны ваши ожидания того, что, ну, например, что брат, вот, как, как вы говорите, как понимающий брат. Что пойдет в сторону и так далее. Вот. Но, разве он был понимающим братом до этого? Разве он когда-нибудь был понимающим братом, что вы ждете от него этого? И, соответственно, здесь уже я вам задаю вопрос. А не живете ли вы в иллюзиях, как вы говорите, что больны ваша мать и ваш брат? Вот, все больны непонятно, но больны. Дело в том, что они вас не понимают. Да? Говорят на другом языке. Ну и, собственно, вопрос к вам. А должны ли они вас понимать? И почему вы так считаете, что они должны вас понимать? На чем базируется ваша позиция, что они должны вас понимать? Они могут. Но, если они этого не делают, если они вас не понимают, то не нужно требовать этого от них. А вы требуете. И именно из-за этого, и, собственно, у вас возникает проблема. Именно из-за этого, понимаете? Именно по этой причине у вас возникает проблема, что вы ждете, что люди вас поймут. А в действительности они вас не понимают. Это им не нужно. У них нет стимула вас понимать. И здесь мы, собственно, приходим к еще одному главному моменту. А именно, что вы можете сделать для того, чтобы они вас понимали, чтобы люди вас понимали. Какой у них стимул должен быть? Вот что конкретно вы можете для этого сделать? Хороший вопрос, правда? На мой взгляд. Постарайтесь об этом подумать. Что вы можете сделать для того, чтобы люди вас понимали? Какой у них стимул должен быть по вашему мнению, чтобы вас понимать? В целом, просто так люди вас понимать не будут. Это, я надеюсь, понятно. Именно просто так, люди вас понимать не будут. Нужен стимул, давайте бы вас понять. Если есть стимул, будет понимание. Стимула нет, понимания не будет. А стимул это то общее, что у вас есть. Стимул это то общее, что у вас есть с другими людьми. И вы совершенно точно не обретете это самое общее, если будете постоянно находиться в затворничестве, постоянно быть дома и так далее. Решать этот вопрос, конечно, вам. Безусловно, вам и только вам этот вопрос решать. Но, на мой взгляд, взять его нужно именно так. Жаль, что вы не написали, сколько вам лет и брат. Вот это позволило бы сделать вывод более такой конкретный относительно того, что с вами происходит. Но, в любом случае, я думаю, что на ваш вопрос можно ответить именно так. И надеюсь, что вы постараетесь меня услышать, потому что то, что я говорю, это очень важно. И это имеет прямое отношение к вам. Самое прямое отношение к вам. То есть, если вы хотите, чтобы ваша жизнь что-то поменялась, нужно что-то делать. Не будет такого, к сожалению, что вы не будете ничего делать и однажды что-то поменяют. Только если вы сами будете делать что-то. Соответственно, вопрос. Готовы ли вы к этому? Вопрос. Готовы ли вы делать что-то для того, чтобы ситуация изменилась? Если да, то как вы готовы, в этом можно вам помочь. Но только если вы готовы. Если вы, например, не готовы, то, соответственно, психолог сделать может мало чего. Также я рекомендовал бы работать над вашей уверенностью в себе, над самооценкой, которая мне показалась весьма-весьма, ну, весьма-весьма негативной у вас. То есть, вот, то, что вы сами о себе думаете, то, как вы сами себя воспринимаете, это мне показалось очень негативным у вас. И, соответственно, это тоже можно поправлять, это тоже можно исправлять. Вопрос в том, есть ли у вас желание это делать. Ну, а если есть, то обращайтесь к психологу. Экологу только нужно будет более четко, более понятно, так стараться изложить свою мысль, чтобы мы поняли, там, что иначе, иначе будет между нами непонимано. Ну, недопонимание будет, если надо. И, в итоге, вы останетесь недовольны. Ну, я этого с вами не хочу, вот. Я думаю, нет. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь обязательно. Если будете работать с психологом, то постарайтесь все-таки работать, значит, более чем все-таки выражать свои мысли. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ вам. Надеюсь, что он был полезен. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.